Продолжение следует... 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 Вы знаете, это более позднее, когда это движение стало политизироваться и когда оно уже стало влиять на тельные выборы. А затем Организация Объединенных Наций подключилась и в 1987 году состоялась первая промышленная конференция, где было заявлено о устойчивом развитии, такой термин был впервые прозвучал. А затем уже Организация Объединенных Наций узаконила этот термин. И я считаю, что это как раз был тот самый момент, очень важный в развитии человечества, когда оно пришло к единому пониманию какой-то задачи. Это очень и очень важно. И, конечно же, стали возникать переход от публицистики, переход к инженерным методам. Собственно, я и представляю как раз вот эту сферу, как с помощью инженерных методов можно охранять окружающую среду, ее сберегать. И для строительства это очень актуально, потому что именно применение инженерных методов, технологий, применение стандартов, применение правил, которые должен строитель выдерживать, оно и позволяет сберегать среду. И в то же время создавать эти объекты. Конечно же, они влияют на эту среду. Конечно, они воздействуют. Но без этого нельзя просто. Без этого нельзя. Потому что это развитие. И все это понимают. И, конечно же, я имею в виду все специалисты это прекрасно понимают. И развивают вот эти отдельные положения. Потому что, скажем, даже если говорить о экологии, как слово обобщающее вот это направление науки, это и промышленная экология, и инженерная экология, и строительная экология. То есть в каждой отрасли есть свои принципы, есть свои технологии, есть свои, так сказать, проблемы, над которыми зависит. В строительстве это сформировалось последние годы. И уже буквально начиная с начала 90-х годов, я могу сказать, что в нашем университете, Московском государственном строительном университете, до 93-го года МИСИ, Московский инженерно-строительный институт, стала зарождаться вот эта школа, имея в виду образовательные программы, учебники, в плане подготовки молодых специалистов. Потому что вот идти можно только через людей, через специалистов. Это культура, она же воспитывается в ходе образования человечества. Через образование. Только через образование. Никакими акциями, никакими призывами, такими, знаете, обращениями иновременными, ничего не сделать. Только через образование, когда это закладывается, лучше всего с детства. Но специалисты должны быть заложены уже там с первого курса. Но это уже не только мировоззрение, это уже и специальное образование, серьезное, специализированное. Профессиональное образование. И вот стали создаваться кафедры, стали создаваться дисциплины. И вот я вам могу сказать совершенно откровенно, совершенно обоснованно, что в конце 80-х годов, в начале 90-х ничего этого не было. Паразит. И только вот потом, в 90-е годы, стали появляться учебники, учебные дисциплины, программы и так далее, и так далее. И вот мы с коллегами, слава богу, участвовали вот в этом процессе. А я так говорю, потому что он оказался очень-очень плодотворный, результативный, интересный, привлекающий большое количество молодежи. Валерий Иванович, вы немножко вот презвосхитили мой вопрос. Это в нашей стране началось в 90-е годы, или наша страна немножко запаздывала в этом смысле? Вообще вот в мире отношение, в частности, к строительству, вот такое, в котором бы уже заложены были основы охраны среды. Я могу вам сказать, такой, из своей жизни привести такой пример. Я был на стажировке в Германии. Это был 91-й год. И для меня это был очень, такой большой интерес такой, очень полезно было для последующей моей научной работы. Я, ну, так сказать, для докторской диссертации. И в 92-м году в Европе состоялся первый симпозиум на тему немецкое, по-немецки звучит, «Экологишесбауен», «Экологическое строительство». 92-й год. Поразительно. Вот вы спрашиваете, 92-й год. Этот, потом он стал ежегодным, и мы с коллегами ездили на этот симпозиум, по-моему, 15 или 16 лет. И мы, вот эти знания, которые мы получали там, мы их привносили сюда, они шли в образовательные вещи, в научные вещи, диссертации защищали. Именно вот обмениваясь этим опытом. Я не хочу сказать, что мы из Европы там везли эти знания, просто это шел интенсивный обмен мыслями, идеями и так далее, литературой. И вот это пример, когда не было границ, это шло... Это все очень здорово. Но ведь что меня в этом деле удивляет, при том, что человек очень давно стал обращать внимание на проблемы экологические. Очень давно. Конечно. Да, и вот я знаю, что и масса существовала нормативных актов, скажем, чтобы дырку нефтяную просверлить. А в строительстве, особенно в городском, значит, как-то это запоздало настолько сильно? Я бы не говорил о запоздании, я бы говорил о развитии. Потому что если сейчас взять вот то, что было в начале, да, вот в 80-е годы, и то, что сейчас, конечно, это огромный путь пройден. И в плане устоявшейся терминологии, когда все люди, специалисты, разговаривают на одном языке. Потому что почему часто возникает непонимание? На разных языках разговаривают, не в плане национальных, а в плане восприятия той или иной проблемы. А сейчас появилась терминология, появилось такое уже, значит, сообщество, такие устойчивые, которые решают те или иные задачи. И сейчас мы уже всерьез переходим к таким понятиям, как, ну, появилось зеленое. Зеленое строительство, зеленые технологии, зеленый город, зеленая экономика. Я считаю, что пока это очень и очень условное название, которое только говорит о направленности человеческой мысли, действий специалистов. Сейчас некоторые специалисты хотят найти обобщающее название. Это вопрос непростой. Нужно сначала договориться о терминах, да? Но сейчас уже мы, уже сегодня мы говорим о зеленых стандартах строительства. Уже сегодня бизнес начинает понимать, что это не только, знаете, как обычно говорят, умный дом. Ну, это дорого. Зеленые стандарты. Ну, это дорого. Но мысль начинает работать и показывает о том, что да, это единовременно дорого. Но на жизненном цикле, то есть вот вводится понятие жизненного цикла, объекты намного удешевляют. Вот сейчас примерно такой этап. Мы говорим о том, что нужно формировать систему стимулов, которые бы заставляли бы бизнес, заставляли бы строителей, серьезные компании идти по этому пути. Выиграют все. И бизнес выиграют, и граждане выиграют, потому что здесь сходятся интересы бизнеса, интересы власти, интересы жителей. Валерий Иванович, а я вас хотел спросить, вот в Москве какие-нибудь примеры экологически грамотного строительства? У нас целый ряд объектов уже получил сертификацию, которая говорит о том, что этот дом с экологической точки зрения, с точки зрения безопасности, соответствует зеленым стандартам, является лучшим по сравнению со всеми другими. Для этого существует система рейтинга, которая позволяет с помощью большого количества показателей сравнивать. Наибольшее распространение в мире получила вот система британская, БРИАТ. У нас опыт первый был, когда строились объекты Олимпиады в Сочи. Это было обязательным условием прохождения вот такой сертификации. Это уже масштабное строительство было огромное. Да, да, вот эти объекты все, которые в Сочи, огромные дворцы спорта и так далее, они все прошли сертификацию по этим системам. То есть процесс пошел. Ну, мы как раз с вами говорим о строительстве, действительно, это не только там даже строительство уникальных зданий, а создание среды. Вот, например, река Яуза. Некоторые участки вообще непригодные для плавания, для чего. Есть некоторые участки просто закрыты, производственная зона, река входит, что там делается, не знаем, и вытекает. Сейчас началось такое движение по превращению реки Яузы в так называемый парк Яуза. Не просто благоустройство, а создание объекта водного, который бы служил людям и в спортивном плане, и в образовательном. Это вот пример такого сохранения природы. Даже восстановление, не только сохранение. Да, с точки зрения городского хозяйства. Есть еще такое понятие, вот в этой области, такое как безопасность. Понимаете, мы даже говорим в строительстве, мы не говорим строительная экология или экологическое строительство. Такие были попытки. Но постепенно все пришли к одному термину – экологическая безопасность строительства. Он всеобъемлющий. Уже во всех рубрикациях ВАКа появилось новое научное направление. Смотрите, поразитель. Экологическое безопасность строительства. Это просто направление ВАКовское, по которому ведется наука и защищается диссертация. Экологическое безопасность строительства и городского хозяйства. Я являюсь председателем одного из диссертационных советов докторских. Ну, не одного, а единственного в России по этой специальности. Он в вашем университете? Да, он в нашем университете. Он притягивает к себе очень большое количество молодежи, которые хотят заниматься этими проблемами, потому что проблема не исчерпаемая. Не исчерпаемая. Она не исчерпаемая. Валерий Иванович, а вы упомянули очень интересную вещь сейчас в вашем разговоре о том, что для того, чтобы провоцировать бизнес, в частности, вкладывать деньги в экологически безопасное строительство, можно ему давать какие-то исследования, давать какие-то преференции. Вот у нас это существует? Дают какие-то преференции сейчас бизнесу? Если он вкладывается в эти, казалось бы, для него дополнительные деньги. Ну, пока такой политики с точки зрения города или государства, конечно, я не могу сказать. Мы говорим о том, что бизнес, используя вот эти методы, используя эти технологии, он в конечном счете получит свою прибыль. Может, она отложена, но он ее получит. И идет разговор, как стимулировать. Пока что речь идет о, конечно, стимулировании, то, что делается в рамках городского бюджета. Это, допустим, муниципальное строительство, муниципальных домов, где Москва, город, может стимулировать это вкладывать деньги. Но это все-таки происходит де-факто, да, такие вещи? Такие движения есть. Я не могу сказать, что они носят такой глобальный характер, законодательство есть соответствующее, какие-то примеры очень серьезные. Но понимание такой движения есть. В 2014 году была принята экологическая доктрина города Москвы, и там вот эти вопросы уже обозначены, как те инструменты, которые должны городские структуры использовать, чтобы развивать это дело. Там впервые применяются понятия зеленые стандарты строительства. А вот скажите мне, пожалуйста, Валерий Иванович, а ваш институт и вы, вот то подразделение института, которое занимается, вот наука, она принимала в этом участие? Это обобщение опыта, и наш университет, я уже говорил о том, что одним из первых занялся так называемой экологизацией образования, да, можно такое слово употребить, образование. И, конечно же, вот этот опыт, который через молодых специалистов вошел в эту доктрину. Но доктрина, она пока что носит такой характер чисто декларативный. Но это все равно важно ведь очень. Да, и сказать, что там не используются какие-то научные термины. В общем, да, административный язык. Ну вот, знаете, Валерий Иванович, очень важно, я почему вас спросил, вот вы знаете, что в России существует, например, морская доктрина. Очень важно. И я знаю, что в подготовке этой доктрины большую роль играли ученые. Просто часть этой доктрины была отдана на откуп, ну, Академии наук, Академическим институтам, и формировали значительную часть доктрины, что сделало ее очень, я бы сказал, такой, ну, содержащий все потенциалы развития большого. Поэтому я и спросил, вот городские власти тоже привлекают науку? Конечно, привлекают. Ну, есть департамент природопользования, который очень активную политику ведет, частые конференции, встречи, обсуждения. Кстати, очень активное взаимодействие с Московской городской думой. В Московской городской думе есть комиссия по экологической политике, ну, кроме того, эти вопросы рассматриваются в комиссии по градостроительству, по землепользованию. Это все очень взаимосвязано. Потому что помимо соображений экологических, есть еще и другие соображения. Это территориальное развитие, это народорасселение в России, да, это все очень серьезные вопросы, которые... Мне кажется, я скажу тривиальную вещь совершенно, но концентрация за редким исключением, таким как города, скажем, связанные с переработкой радиоактивных отходов или вредным производством, то, в общем, экологические проблемы-то сконцентрированы в больших городах. И они накапливались, 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 потому что маленькие города в большей степени свободны от них. Ну, я согласен, потому что это же такой большой город, мегаполис, допустим, тема, да, отходы. Это неисчерпаемая. Неисчерпаемая. Она тоже и в области экологии, экологической безопасности. В области промышленности, да. И в области промышленности, и в области... И таких тем очень много. Или там, скажем, тема освоения промышленных зон. Вот в Москве, да. Там все тоже сходится. И экология. Ну, вот таких, скажем, промышленных зон, как ЗИЛ, да, освободившихся, например. А их в Москве ни много, ни мало, около двухсот. О, Господи, твоя война. Ну, разной величины промзон. И ставится задача освоения их, ставится задача их культуривания. Я бы даже сказал рекультивирование, потому что они, наверное, несут себе колоссальный, вот, накопленный риск экологический. Ну, конечно, это мы с вами переходим к теме, так сказать, вот, когда на месте бывшего завода, там, производства какого-то, находятся совершенно засоренные грунты. Загрязненные на несколько метров. Ну, вот, опять же, возвращаясь к инженерным методам, а в строительстве есть технологии, рекультивации грунта. Вот я про это, да, и спрашиваю. Причем великое множество. Грунт можно просто снять, вывести, завести свежий грунт. А можно его с помощью аэрации, значит, освежать его, его очищать. Можно применять различные химикаты, чтобы его... Это, вот, каждый раздел, это своя тема. Своя огромная тема. И наука, и технологии. Да, да. Это вот, как с помощью инженерных методов обеспечить экологическую безопасность того или иного объекта. Валерий Иванович, а вот я хочу вернуться к такому, может быть, расхожему понятию, как зеленый дом. Вот, может быть, мы для наших телезрителей скажем, если мы будем говорить о обычном жилом доме, какие этот дом должен иметь характеристики, чтобы, вот, вы могли сказать, как инженер, как строитель, как ученый, и этот дом мы можем причислить к такой категории. Основными характеристиками этого дома будут являться его параметры влажности, температуры, воздухообмена, энергопотребления и освещения. Вот основные такие позиции. Эти позиции могут быть формализованы в виде цифрового, так оцифрованных, да? Когда те или иные параметры должны находиться в определенном диапазоне, и выход в ту или в другую сторону говорит о том, что дом теряет свою защищенность, свою безопасность. Здесь какая проблема? Новый дом, у него есть определенный потенциал своей безопасности. Со временем происходит износ, в течение, конечно, там, 20-30-40 лет дом теряет свой ресурс. И он может его потерять, вообще дойти до нуля. Обрушится, да? Он теряет свой ресурс. Вот в какой-то момент мы должны увидеть и восстановить его ресурс. И больше того, может быть, даже его увеличить, чтобы он перешел на другой уровень. Вот это как раз горячая тема – это капитальный ремонт. В Москве очень много зданий, многоквартирных домов, которые утратили свой ресурс, утрачивают его. И это звучит в письмах, обращениях, жалобах жителей, которые просят, как можно быстрее провести ремонт систем, капитальный ремонт здания. И вот нужно очень умело в определенный момент этот ресурс возобновить с тем, чтобы… И понять эту критическую точку, до которой вы можете это допустить. Вот это есть, собственно, управление, управление домом. А в какой момент срабатывают те или иные ресурсы, в какой момент нужно их обновить, нужно придать новое свойство дому. Дома многие же строились там в 50-е годы. Раньше, в 40-е годы, в 30-е годы. В 60-е было это быстрое строительство. И мы сегодня говорим о том, что если мы приходим в дом с капитальным ремонтом, вот еще одна тема экологической безопасности, то мы должны не просто, ну я так считаю, пока что это не является законодательной нормой, не просто восстановить ресурс дома, а придать ему новые свойства. Тех, которые не были заложены у него, когда он строился, просто не было их. Технологий же этих не было. Так и понимания не было такого. Тех же, всякого рода датчиков, всякого рода системы энергоснабжения, водоснабжения. А нужно это не только восстановить, а нужно придать дому новые свойства. И он будет еще служить 50 лет. Ну вообще, все, что вы рассказали, это потрясающая вещь. И мне кажется, я говорю это как ученый, я вижу, что здесь самый горячий край соприкосновения науки, который вы, в частности, делаете в вашем университете с практикой и технологией. И это всегда вызывает уважение и надежду на будущее. Я уверен, что в скорости вот то ядро, которое вы в своем институте создали, оно как-то расплодится и перекинется на другие организации. И я знаете, на что надеюсь, Валерий Иванович, что то, что мы сегодня с вами обсуждали в каком-то гипотетическом аспекте, станет основой для законодательства. И будет принято соответствующее законодательство. Что уже будет гарантией того, что в жизни это будет происходить? Ну, оно уже становится. Я смотрю на это довольно оптимистично. Это не то, что фантастика. Оно уже становится, оно проникает и в градостроительный кодекс, оно проникает в стандарты. В Росстандарт есть технические комитеты, которые занимаются разработкой стандартов в той или иной сфере. И все это начинает работать. Это все начинает работать. Это замечательно. Валерий Иванович, еще раз огромное спасибо за то, что вы пришли. И я хочу пожелать вам огромного успеха, потому что ваш успех в этой работе – это наша жизнь, наша среда. Я могу сказать, что я вижу свой результат, это в учениках. Вот я вам сказал, я являюсь представителем дистанционного совета. Это вот у нас 9 июня было две защиты кандидатской диссертации. 16 июня еще две защиты кандидатской диссертации. Вот это мой результат. Вот знаете, я могу очень понять этот результат, поскольку я тоже председатель Доковского совета. И знаю ощущение, когда твои ученики в том, что ты заложил, защищаются. Но я вижу, знаете, успех вашей деятельности в том, что в вашей личности происходит соприкосновение науки и власти. Что, на мой взгляд, абсолютно принципиально для того, чтобы в какой бы то ни было области совершался прогресс. Понимаете, это вообще, к огромному сожалению, в нашей стране не такой частый случай. Поэтому именно вот на этом поприще, я могу себе только представить, насколько это тяжело и трудно, организационно. Но вот на этом поприще я еще раз хочу вам пожелать успехов. Потому что ваш успех – это наше экологическое благосостояние. Спасибо вам огромное. За интерес, который вы проявили, за ту глубину, которую вы пытались в наш разговор провести, не знаю, насколько мне удовольствие. Нет, все было. Мне было потрясающе интересно. Спасибо большое. Спасибо еще раз огромное, Валерий Валерий. Мы снова с вами в студии, дорогие телезрители, и продолжаем беседу о том, как технический прогресс воздействует на среду обитания человека и самого человека, то есть на нас с вами. Есть люди, которые отрицают технический прогресс, считают пагубным его влияние не только на природу, в которой человек родился как вид, эволюционировал много миллионов лет, но и на человеческую душу и физические способности человека. Связан ли технический процесс с деградацией духовности человека и общества в целом, в том смысле, в котором духовность ценили тысячелетиями? Обязательно ли техническому прогрессу, более комфортной и зависимой от технических средств жизни, сопутствует физической деградации человека? Обо всем этом мы поговорим с Ахмедом Цусавичем Хатаевым, доктором экономических наук, профессором и одновременно писателем и философом, членом Союза писателей России. Ахмед Цусавич, большое спасибо, что вы пришли на нашу передачу. И я хотел бы начать наш разговор со следующего общего вопроса. Вот очевидно, что технический прогресс серьезно влияет на человека, очень серьезно, во всех аспектах. Но я хотел бы вас спросить, какие именно аспекты этого влияния вы считаете наиболее важными? И я бы сказал, наиболее пагубными. Особенно, что касается душевной сферы человека. Вы знаете, вот когда мы говорим о научно-техническом прогрессии, конечно, всегда у каждого человека возникает такая то внутренняя эмоция, то проявляемая вовне. Ох, как это здорово, как это хорошо. Наконец-то человек получил, который очень долго развивается, получил возможность приобщиться к чему-то такому, используя который, он может достиг значительно больших результатов с точки зрения себя познать и с точки зрения познания мира, который окружает. Многие мы уже полностью отождествляем с человеческим прогрессом. Вообще с человеческим прогрессом. И, наверное, это не совсем так. Совершенно верно. Вот если обратиться в далекую историю, порядка 100 тысяч лет развивалась, скажем так, земля и так далее, я имею в виду то, что перед началом цивилизации, как принято в ученых говорить, огонь, приручение огня, пошив одежды пошел, люди начали прикрывать, когда им холодно, огонь вводить, как говорится, места своего обиталища. Конечно, человек на этом этапе и значительно позже, он вот этот прогресс, который происходил, он воспринимал адекватно. То есть он вместе с этим прогрессом и сам рос. Но наступили времена, когда научно-технические революции, открытия, новации, они настолько динамичны оказались. Особенно, если взять после открытия колеса, повозка, строительства дорог, ну и многое другое, с чем мы связываем развитием общества. Вот тогда, конечно, маленечко и тихо он стал отставать от этого прогресса. Не могло все человечество, откровенно говоря, идти вслед за открытиями ученых, вслед за наукой. Не успевало, скажем так, общество познакомить, ввести в курс. А потом, Ахмед Александрович, я вас перебью, ведь у человека заложена была потенция к определенной скорости эволюции. И, видимо, вот то, что ему предлагал научно-технический прогресс, обгоняло те возможности, которые естественны, умственные, физические возможности человека. Наверное, в этом тоже большая причина этого. Совершенно верно. А я почему? Собственно, и пытался сделать акцент на том, что люди, исследователи, да, ученые, которые очень предметно занимались, мобилизуя весь комплекс своих знаний, до него существовавших, аккумулировав их в себе, он находил ответы на многие вопросы познания природы, да, познания человека. Но вот это, как раз эти открытия, и не позволяли ему, человечеству, в том числе, если мы будем играть в общем плане, да, соразмерно реагировать на это все. Я откровенно скажу, я раньше этим вопросом не занимался, вот в таком ключе, да. Да, мне интересно было, как любому человеку, как человек пришел к сегодняшнему дню. Век компьютера, интернета, космоса, там, нанотехнологии, биотехнологиям, да, но когда окунулся вот в это прошлое, я пришел к выводу такому, что, наверное, в человеке, вот индивидуум, если мы возьмем, да, средний, да, индивидуум, изначально не заложено, хотя он склонен к развитию, изначально не заложена вот такая готовность к восприятию всего того, что происходит. Наверное, именно разговор, ведь, наверное, мы ведем о скорости. Да. Да, ведь, конечно, в человеке заложена потенция эволюционирования, но не с такой скоростью, с которой ему предлагают. Совершенно верно. Я вам пример приведу. Вот буквально, вот еду утром, я иногда для того, чтобы получить образы, да, в метро. Еду в метро и вижу. Молодежь сидит, взрослый, старый человек, он стоит. И вдруг на какой-то остановке зашла женщина с каким-то маленьким мальчиком, да, и какой-то баул. Вы знаете, она так посмотрела по сторонам, нашла уголочек прямо у выхода, там протиснулась, там недовольно кто-то подвинулся, мальчика пристроила около себя, и надо было видеть ее глаза. Она настолько была удивлена увиденным. Она знает обычаи, традиции, которые присущи русскому народу. Она всегда уступит младшему, старшему там и так далее. А тут все заняты, понимаете, достижениями, которые нам этот век 20-й дал. Возвращаясь к этой мысли, скажу, что, конечно, человеку, который не нацелен на придание своему движению вперед той же скорости, которая присуща веку прогресса, да, конечно, ему очень тяжело. И наверняка не догнать. Да, я думаю, что даже тем, кто нацелен, не всегда возможно догнать. Это происходит, как вы совершенно правильно сказали, Ахмед Пусанович, это происходит в короткое время и в какой-то узкой области. Потому что, вот знаете, я тоже об этом много думал и с своим отцом покойно много разговаривал. Вот многие... Вот был великий такой писатель Гарсия Габриэль Маркес. И он вообще писал ручкой, когда уже давно были компьютеры. И он писал ручкой, потому что он считал, что... Причем писал ручкой перьевой. Пока он обмакивает ручку в чернильницу, доносит ее до бумаги и медленно пишет, у него созревает мысль. Вот это очень интересно, потому что он считал, что только движение руки соответствует по скорости движению мысли. То есть, понимаете, одно душевное движение, эмоциональное, оно совпадает с теми техническими средствами, которые он мог писать. Это вещь совершенно поразительная. А здесь мы видим диссонанс. Причем вот вы сами коснулись этого аспекта. Я хотел вас спросить. Это происходит и в личности, как очевидно. Но вот тот пример, который вы привели, это происходит и в социуме тоже. Совершенно верно. Но вы знаете, вот как оппонент я хочу выступить по вашей ремарке. И знаете, с чем это связано? Если бы я начал писать свои книги, как он, то я много, наверное, чего не написал бы. Конечно, Перо, как и Лев Николаевич, тоже писал Перо. Ну и сколько написано, да, и каких вещей написано, да. Но каждому времени соответствует свой бег, понимаете? Своя скорость мысли. Вот если я работаю на компьютере, достаточно хороший пользователь, да, и я единственный план пишу от руки будущей книги, да, мне тогда проще. А все остальное, компьютер – это настолько великое изобретение, которое позволяет работать над текстом. Да вы сами, как ученые и как просвещенный человек, наверняка, это прекрасно. Я добавлю к тому, что сказали, что в последние годы своей жизни даже Гарси и Габриэль Маркес перешел написание на компьютере. Но он, поскольку он долго проповедовал отказ от компьютера, он должен был придумать объяснение этому. И он сказал следующее. Я перешел только потому, что на экране компьютера я вижу ту страницу, которую увидит редактор после напечатания моего текста на машинке. И мне легче так, понимаете, вот все-таки он шагнул в сторону технического прогресса. Но он нашел разумное объяснение. Для меня, конечно, знаете, вот что важно вот с точки зрения вот нашего вопроса, да, который вы задали, на который я пытаюсь ответить, да, я смотрю, в 42-м году ядерное расщепление, 45-й год, атомная бомба. И вот я с содроганием подумал, а вдруг удалось бы, да, хотя в 33-м году расщепление атома уже было, а там они уже продвинулись значительно в 42-м году. А я подумал, если атомная бомба была фашистами создана несколько раньше, что это было бы? Да, это сложно себе представить, да. Поэтому, наверное, все-таки есть и провидение, которое не позволяет открывателям раньше времени, если где-то в каком-то уголке земного шара что-то, особенности, противоборствующие стороны, кто-то открывает, то наверняка в другой части дает такую же возможность другому великому открывателю, чтобы он создал такое, как и в России это произошло. Другой вопрос – отношение человека ко всему этому, что происходит. Я имею в виду не человечество, а индивидуума. Да, индивидуума. Вот любой из этих открытий каждый по-своему воспринимает. Даже если сказать, вот начало 20-го столетия, да, когда ученые сказали, что через науку, как производительную силу, мы сможем решить вопросы мироустройства, да, отношения с природой, да, ну, точно так же и решить проблемы, которые порождает научно-технический прогресс. Другие пессимисты сказали, не надо этого делать, поскольку вы мечтатели, вам не удастся те проблемы решить ни социально-политические, ни социально-экологические, ни социально-экономические проблемы, которые возникают вместе с научно-техническим прогрессом. На поверку что оказалось? Пессимисты вроде правы, но мы же чуть раньше сказали, без научно-технического прогресса мы на бедренных повязках ходили. И в этой связи возникает вопрос, а как вообще индивидуум, да, как человек мог дойти до такого состояния при наличии примеров и этой сферы, и другой сферы с тем, что становится очень часто разрушителем? Ну, вот мы имеем пример биографии Андрея Дмитриевича Сахарова, да, который создал одни из самых разрушительных систем в мире, оружие массового поражения. Более того, ему принадлежит идея того, чтобы ядерный заряд был положен в разлом трансформный около Соединенных Штатов Америки. Это именно те места, где генерируется землетрясение. И, значит, сам взрыв по себе, он бы не только нанес ущерб Соединенным Штатам, но и генерировал бы определенные движения в коре, и следом за ним землетрясение и цунами. То есть вот как работала его голова, великая голова-первооткрыватель. Ну, прошло некоторое время, и он оказался в совершенно другом полюсе. И вот такие ценности моральные, они стали абсолютно превалировать в его мировоззрении над ценностями первой половины его жизни. Поэтому я вот к чему хотел вернуться? Здесь вот интересна эволюция человека, которая произошла на протяжении жизни. Человек, который в самом глубоком смысле понимал технический прогресс и был сам на самом острее технического прогресса. И вот что потом произошло в своем мировоззрении. Вот, Ахмед Александрович, я вот о чем хотел спросить ваше мнение. Вот давайте обратимся к современному человеку. Вот мы никуда не можем деться, вот даже, в общем, в странах не очень развитых, а уж в развитых странах, и я Россию отношу к таким странам, от постоянного окружения плодов разного технического прогресса, от самых мелочей до крупных вещей. И как, по вашему мнению, влияет ли это как-то на человеческое мировоззрение, на нравственную часть человеческого мировоззрения? Вот это одна из таких коллизий очень важных, когда технический прогресс, он не может не влиять на нравственную составляющую человека. И вот часто это влияние, мы видим примеры этого влияния довольно негативные, но вот как вы это оцените в современном мире? Вы знаете, наверное, человек по природе своей, да, он, в нем много и эгоистичного, и тщеславного. Если он к чему-то приобщился, и что-то он принял сердцем, или умом, или душой, то он пытается это использовать. Я примеры из телевидения даже помню. Ребенок, школьник, убивает близкого человека только потому, что бабушка не разрешает ему пользоваться интернетом. Но я далек от мысли, что эта бабушка была против того, чтобы он развивался, получал знания, информацию, но, видимо, она видела, что постоянно сидит за играми. Она хотела, видимо, уберечь этого ребенка. Но вот воздействие компьютерных игр – это же тоже достижение научно-технического прогресса. Но воздействие оказалось настолько доминирующее, что он приступил, через вообще несусветную грань перешел. Вот знаете, Ахмед Александрович, я по этому поводу хочу вспомнить замечательный рассказ замечательного американского писателя Рея Брэдбери «Фантаста», который в 60-х годах написал рассказ, который назывался «Вельт». Там, по сути, немножко в другом обрамлении, но происходит то же самое. Понимаете? Это написано было еще удивительным образом, еще до всякой компьютерной эры, 60-й год. И вот тогда появлялись первые признаки. Вот этот вот человек с необыкновенным таким чутьем человеческим и философским, это он почувствовал, написал вот этот страшный рассказ. Там родители погибают от рук сына именно благодаря тому, что родители не позволяют им доступа к определенной, в кавычках, игре. Тот же самый сюжет, представляете себе? Ну вот скажите мне, пожалуйста, и как ученый, и как писатель, какую роль вы отводите современному духовно-нравственному воспитанию человека в том, чтобы преодолеть вот эту патологическую, я считаю, иногда... Ну, мы с вами говорим о совершенно крайних примерах. Есть примеры не такие крайние, но не менее ужасные. Это пример равнодушия. Абсолютно тотального, такого кромешного, я бы сказал, равнодушия. И многие связывают вот такое отчерстление человеческой души с неким механическим ритмом жизни, который человек обретает, живя в среде технического прогресса. Вот как вы относитесь к духовно-нравственному воспитанию человека в том смысле, в каком это может предотвратить вот такое его перерождение? Вы знаете, вот как мне представляется, вот человек, который окружен механизмами, да, который глубоко проникает в механизмы их функционирования, да, вольно или невольно он подпадает под влияние вот тех закономерностей, которыми я не постесняюсь. Этого живут эти механизмы. Если вспомнить одно из последних достижений, когда есть созданные роботы, которые копируют себя без участия человека. То есть механизмы, мы говорим о том, что человек-то это сознательное существо, ни всякого сомнения, в механизмах, насколько нам известно, пока этого нет. Но тем не менее, если исходить из того, что человек мало читает Достоевского, того же Толстого, Пушкина, Лермонтова, многих других классиков, не обязательно там российских, да, тех же американцев, англичан, Шекспира, к примеру, да, или французских, немецких, Томас Манна, к примеру, да, естественно, возникает вопрос, а чем он больше всего интересуется? Он больше всего, вот такие люди интересуются проявлением механизмов через его представление. Его представление об этом – это через игру. Если он, к примеру, да, он много, может быть, и прочитает, используя компьютер, да, но надо посмотреть, в принципе, а что он читает. Вот я сталкиваюсь с такими фактами, когда ребенку нужно, во-первых, кровавую картину посмотреть. Вот те фильмы, которые мы сегодня на экранах наших телевизоров смотрим, да, это свидетельствуют о том, что есть публика, которая воспринимает их. Если бы не было доходов от проката этих фильмов, естественно, их бы и не брали бы, и не крутили бы, да, черствение души происходит. Ну, давайте вот обратимся вот до истории. Душа-то, собственно, ребенок рождается. Мы же не случайно говорим, душа – дитя природы, да? Или говорим, родился чистый, как он, чистый, как ребенок. Да, вот смотрите, вот вы прекрасно помните, душа – дитя природой. Природа и той, первозданной и так далее. А кто он сейчас, выросший? Кем он становится по отношению к этой природе? Вот это, как раз, стыкуется с тем, что вы сейчас говорите. Что он видит сегодня в этой природе? И вообще, понимает ли он эту природу? Воспринимает ли он эту природу? У нас, к сожалению, беседа подходит к концу. Я хочу задать вам один вопрос. Ну, он такой… Каждый человек, конечно, на него ответит по-своему. Вот, как вы смотрите, возможно ли в будущем появление такого социума, в котором человек будет полностью зависеть от машин? Или все-таки сущность человека настолько сильна, что она победит вот это давление технического прогресса на него? И давление в том смысле, что, конечно, человек начинает перерождаться, совершенно очевидно, в массе своей. Особенно люди, которые живут в очень стесненных социумах и не могут жить без среды, которая им обеспечивает самые разные вещи технического прогресса. Ведь, знаете, потрясающая вещь, которую я слышал про Китай. У них там есть специальные исследования зависимости компьютерного человека. И вот людей, которые вообще не могут без компьютера существовать, они сажаются в специальные клиники. Ахмед Саевич, у них, как у наркоманов, три месяца ломки. Вы представляете, физический лом, физиологический, они страдают. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, я прошу вас коротко ответить на него. Вот сформируется когда-нибудь такое общество? Или все-таки суть человеческая, его дух, они победят, и человек будет делить мир с техническим прогрессом, но останется существом духовного? Я постараюсь коротко ответить, поскольку человек сознательное существо, есть вторая сигнальная система, машина никогда не сможет, я очень надеюсь на это, обрестит такое состояние. И поскольку это так, что он никогда не потеряет контроль над теми механизмами, машинами, которые он создает. Контроль над собой-то он не потеряет, Ахмед Саевич. Я хотел продолжить. И глядя на то, что он создает роботы, которые могут себя копировать, он наверняка задумывается над тем, стоит ли так далеко углубляться в самоуничтожение? Стоит ли ему столько отдавать механизмам того, что ему дано, вообще природой, матушкой природой? И наверняка, я больше чем уверен, он главенство вот в этом движении не отдаст, не уступит. Потому что это вопрос, быть ему или не быть. Мы же много фильмов видели, когда машины берут вверх, компьютеры, системы берут вверх над человеком, и что из этого получается? Примеров много, человек видит эти проблемы. А когда человек видит, вот как раз мы изначально говорили, те первооткрыватели наверняка скажут, стоп, нужно развиваться, но ни в коем случае контроль над тем, что происходит, не терять. И более того, как греки говорили, медленно возвращаться к природе. Ахмед Саевич, я знал, что я услышу такой оптимистический ответ. Спасибо огромное, что вы пришли на передачу, и спасибо вам большое за такую нестандартную интересную беседу. Пожалуйста, всего доброго. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. Надеюсь, наше знакомство, вот эта аудитория не закончится. Спасибо еще раз. Мы затронули с вами, дорогие телезрители, сложнейшие вопросы, на которые, конечно же, невозможно найти ответ в рамках одной передачи. Не нашли ответа и многие-многие поколения людей, которых эти вопросы волновали и до нас. Но это важнейшая проблема, и о ней надо говорить. Сама постановка таких вопросов, мне кажется, важна для понимания нашего места и нашей ответственности в современной жизни. Технический прогресс – это часть современной эволюции человека. Остановить или отрицать эволюцию, как это делали и делают некоторые люди, совершенно бессмысленно. Однако находить гармонию в ходе эволюции возможно на основе того же технического прогресса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...